добрый день итак хочу вам показать как правильно ферментировать при помощи триходермы фрукты допустим груши либо другие какие-то отходы сельскохозяйственные важно чтобы они не были при этом термообработанные то есть они не должны проходить варку возможно только замораживание иначе если мы будем их подвергать термообработки то произойдет нарушение микрофлоры и там будут более агрессивные микроорганизмы развиваться можно только замораживать и так что я хочу показать я попробовал перелаживать их соломой груши тогда они очень хорошо заражаются триходермой но дальнейшее развитие все-таки оптимальное развитие для грибов триходермы это вот получается такой вариант каким образом это происходит происходит таким образом что вот эти груши я перетираю втираю в камыш то есть их перетирается с камышом порезаны порезанный камыш мы его крупно режем и перетираем груши что это дает это дает возможность дает возможность развиваться именно грибам вот видите достаток достаточное количество воздуха и питательные вещества для триходермы которые возникают после роста бактерий ферментации бактерий мы перетираем камыш почему не солома а камыш именно потому что он не травим он стоит в воде не гниет таким образом на нем не развиваются конкуренты другие ненужные нам плесени бактерии и так далее и вот если видно то здесь вот прекрасно растет триходерма то есть можно взять порезать и камыш и перетереть уже те груши которые были приморожены и на которых побежали в соломе на которых начала развиваться триходерма мы тогда ее перемешиваем эти груши с крупно порезанным камышом таким образом получаем субстрат фермент на котором развивается именно триходерма и дальше мы используем по назначению либо разбавляем водички поливаем либо вносим сразу в почву этот весь субстрат на ваше усмотрение ну грибы в общем-то не любят засухи сухости с другой стороны с одной стороны а с другой стороны и нужен возлик тогда они развиваются оптимально задача их не заразить как бы там своими метаболитами угнетать конкурентов растений задача их ликвидировать то свободное питание которое появляется на растениях на листочках они первые споры триходермы садятся и как бы не дают развиваться патогенным патогеном микрофлоре они ликвидируют это питание которое появляется скажем в результате тли выделения сока питательного и многих других факторов таким образом получите субстрат живой субстрат триходермы можно ферментируя его груши ферментировать триходермы таким образом это перетереть помол порезанный камыш уже зараженной триходермы груши то есть сначала мы их ложим в солому переложим груши вместе с сенной палочкой развиваются и затем мы перетираем